Очень актуальная проблема, она даже не столько и эстетическая, и ортопедическая, это так называемый халлюкс вальбус, или его еще называют косточки на ногах, ошибочно его называют подагрой, хотя подагра это системное заболевание. И существует, описано более 300 методов операции при этой патологии, многие из этих операций сопряжены с очень большой травматизацией, как костной, так и мягкой ткани скользящего аппарата стопы, но и длительным реабилитационным периодом гипсования или специальная обувь вставляется металлоконструкцией. Наш подход в основном отличается тем, что мы не устанавливаем никаких металлоконструкций для остеосинтеза, мы делаем, ремоделируем первый плюснефаланговый сустав, создаем новую геометрию его и устраняем причину этого заболевания. То есть патогенетический подход, нет необходимости в гипсовой мобилизации, никаких костылей, пациент буквально с операционного стола может встать и ходить. Ну, первые дни с акцентом на пятку и на внешнюю сторону стопы, но они очень быстро реабилитируются. К сожалению, нет методов профилактики этого заболевания. То, что рекламируются вот эти пластмассовые изделия, это абсолютно ни одну стопу эти изделия не вылечивают. Ко мне приезжают на операции с разных уголков России, СНГ, и они говорят, что их шкафы полные разных этих приспособлений, изделий, они абсолютно ничего не дают. Я считаю, что все, что вот так навязчиво рекламируется, как правило, оно неэффективно. Узкая обувь провоцирует это. Делались такие интересные исследования. Брали совершенно здоровую девушку с прекрасными стопами. Делались рентгенография стопы, так. Затем она одевала так называемую французскую обувь с зауженным носиком. И сквозь туфель делали рентген. На рентгенограмме мы видели больную стопу. То есть сама обувь способствует отклонению первого пальца. Как правило, это вообще генетическая патология. То есть у женщин, у мужчин тоже бывает, но чаще всего у женщин, как правило, у них или у мамы, или у бабушки такая же патология была. Да, естественно, высокий каблук, он способствует быстрому прогрессу этого заболевания. Потому что, если мы стоим босиком, у нас 70% нагрузки на пятки. Если у нас каблук высотой 2-3 сантиметра, у нас равномерно распределяется наш вес 50% на пятку, 50% на передний отдел. И дальше с каждым сантиметром высоты каблука у нас нагрузка перераспределяется на передний отдел стопы. Продолжение следует...